Здравствуйте! Я вот прям не знаю, как начать. Хочется сказать о заслугах древних греков перед цивилизацией, о том, что они создали то, что сейчас принято называть наукой. Наука — это такое, в общем-то говоря, занятие, на первый взгляд, бесполезное. Что-то узнают, а пользы никакой особенно нет. Это мы с вами знаем потом, что вот кто-то написал уравнение Максвелла, а потом оказалось, что есть у них волновое решение, а потом оказалось, что это электромагнитные волны, а потом оказалось, но пока это потом оказалось, прошло около ста лет, пока это потом проявилось. То есть Максвелл-то об этом мог и не узнать, правда? Вот. И вот такого рода наука появилась, как раз, у древних греков. Древние греки обладали сплавом двух, так сказать, физиологических свойств, да? Во-первых, они были левополушарными. В отличие от тех, кто пишет преимущественно иероглифами, египтян, например, они были, значит, левополушарными, у них был правый глаз ведущий. Это моя любимая такая тема разговоров, вы наверняка ее уже слышали. Вот. И они были поэтому аналитиками. Но такие народы и другие были, они тоже сидели, анализировали что-то, были заняты делом. А вот так уж, чтобы заниматься безделием, наукой, такого не было. Все заняты были делом. А вот у греков было удивительно еще одно физиологическое свойство. Их печень вырабатывала фермент, который разлагал этиловый спирт. И поэтому они не становились алкоголиками сразу, после первой рюмочки спирта. И могли его, значит, у них появилась культура виноделия у древних греков. Не у них первых, наверное, но, тем не менее, она у них очень развивалась. И вот они ее по всему Средиземноморье продавали, эту вот самую виноделие, это свое вино. Продавали, приходит корабль куда-нибудь, там, где у них, так сказать, точка, палаточка стоит, продают они вино. Разгружается. Местные алкоголики меняют на вино. Последние, значит, соседа, кто на веревке привел, кто жену, детей меняет на вино. Погрузили рабов, отправили в Элладу. Все главные, серьезные люди, они в Элладе, они там на Пелопонессе, вопросы решают, да? У них там Пелопонесская война. А тут так вот второстепенные шестерки им сказали, вино не пей, это только на продажу. Пау. Они говорят, понял. Но дело в том, что при перевозке моря настоящее вино, вот тогдашнее, оно всегда давало толстый осадок. Они этот осадок берут в чашу, наливают воду, идет диффузия, и они его медленно пьют. Эйфория, там все-таки спиртик-то есть, эйфория такая, о них разговоры, ты меня уважаешь, уважаешь. Потом еще что-нибудь, какие-нибудь такие вот. Вот такая вот пьяная болтовня у греков называлась любомудрие, философия. Так вот и появилась за этой болтовнью наука. И вот эта наука достаточно быстро развивалась, и делались, на первый взгляд, бесполезные всякие открытия. Появилась у них математика, уже похожая на современную. У египтян вообще была ужасная математика. У них, например, дроби были только. Типа вот одна пятая, одна седьмая с числителем единицы. Других дробей не было. И так продолжалось на протяжении тысячелетий. Есть два таких документа, они там друг от друга на тысячу лет отличаются по времени их издания. Один документ называется московский математический папирус, а другой то ли берлинский, то ли лейпсовский. Ну, в общем, где-то в Германии он. И там они по тысячу лет отличаются по времени, но задачи там все одни и те же. Как иероглиф, вы иероглиф, короче говоря. Ничего не изменилось за это время. Они не интересовались прогрессом науки. Но зато, в принципе говоря, им тоже надо доброе слово сказать. Вот нам, левополушарным аналитикам, пишущим буквами, не пришло в голову создавать цивилизацию. Понимаете, это надо рыть каналы, это надо строить какие-то пирамиды. И польза от них будет только через поколение, понимаете? Сейчас ее не будет. А вот они создали, а мы сидели около костра, ели мясо. Тот подходит к нам, давайте, пойдемте строить пирамиду, рыть канал. Да иди-то отсюда, кости еще в него и кинули. Вот. Не хотели мы работать. А когда что появилось, прогресс появился, тут и мы появились. Ну так вот, древние греки чуть было не сделали такой необыкновенный рывок в цивилизации. Но об этом потом. Всего доброго вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова